Это программа «День с толком» в студии Елены Макаренко. Приветствую всех, кто смотрит нас на телеканале и в Ютубе. Смотрите в этом выпуске. Предельный рост установлен. Когда и насколько подорожает коммуналка в Алтайском крае? Площадь 10 тысяч квадратных метров. Пропускная способность больше миллиона человек в год. В Барнаульском аэропорту стартовало строительство нового терминала. Пробивается трава, набухли почки. Вторая весна пришла в регион. Каких последствий ждать от нетипичной погоды? Стало известно, насколько может подорожать коммуналка в Алтайском крае. Правительство страны утвердило предельный рост тарифов ЖКХ на 2024 год. По каждому субъекту устанавливается свой индекс. В нашем регионе предельное подорожание услуг ЖКХ составит 14,2%. Новые тарифы начнут действовать со второго полугодия. Напомним, в апреле Владимир Путин заявил, что индексации тарифов ЖКХ в ближайшие полтора года быть не должно. И объявил об отсрочке тарифов до лета 2024 года. Таким образом, последний раз коммуналку повышали в декабре 2022 года. Барнаул готов встречать зиму. Краевая столица получила паспорт готовности к отопительному сезону. Межведомственная группа под руководством главы города Вячеслава Франко на днях оценила состояние оборудования на ТЭЦ-3. Сотрудники теплоэлектроцентрали заверили, зимний период пройдет без перебоев. Подробнее в сюжете Данила Кузнецова. У работников ТЭЦ-3 ответственный день. В межведомственной выездной группе под руководством мэра Барнаула они демонстрируют, насколько готова теплоэлектроцентраль к холодному сезону. Одно из главных достижений энергетиков в этом году – ремонт турбоагрегата. Это мощное устройство превращает пар в электроэнергию. Также на предприятии заменили поверхности нагрева котлоагрегатов. К новому осенне-зимнему периоду энергетики починили 35 участков тепловых сетей общей протяженностью больше 30 километров. Модернизация серьезная, но она обеспечит бесперебойность работы. В ходе межведомственного выездного совещания Барнаул получил паспорт готовности к отопительному сезону. Очень много сегодня делается. И хорошо, что мы копаем. И это говорит о том, что мы достаточно стабильно проходим с вами отопительный сезон. Без малого 4 миллиарда денежных средств сегодня вложено в эту систему. Поэтому всем огромное спасибо за ту проделанную работу, за получение паспорта. Елена Макаренко, Данил Кузнецов. День с толком. В Барнауле ищут перевозчиков на маршруты общественного транспорта. Мэрия намерена заключить с ними новые контракты, которые будут действовать с 1 декабря этого года по ноябрь 2030. На эти цели из бюджета города выделено 790 миллионов рублей. Перевозчиков ищут на маршруты номер 53, 55, 60, 35. Полный список вы видите на своих экранах. Одно из главных условий новой контрактной системы – обновление автобусного парка. Перевозчики обязаны ежегодно приобретать новые транспортные средства. Таким образом, за 7 лет планируют обновить не менее 25% автобусов, обслуживающих маршруты общественного транспорта. А в Бийске тем временем из-за дефицита водителей сократилось количество трамваев. Как сообщает бийский рабочий, ожидание трамваев в Наукограде стало затягиваться уже не на минуты, а на часы. Местные чиновники подтвердили, что это связано с нехваткой исправного подвижного состава и дефицитом водителей. Сегодня в Барнаульском аэропорту заложили первый камень в основании нового терминала – 10 тысяч квадратных метров. Это в два раза больше территории действующего аэропорта. Пропускная способность терминала больше миллиона человек в год. Подробнее о том, когда построят терминал, как будет организована работа аэропорта во время строительных работ, расскажет Ирина Корчагина. Первый камень в основании нового терминала. Это официальный старт большому строительству, за которым стоят долгие переговоры, миллиардные вложения и большие перспективы. Площадь будущего аэровокзального комплекса – 10 тысяч квадратных метров. Это в два раза больше территории действующего аэропорта. Цена вопроса больше 6 миллиардов рублей. Пропускная способность – более 1 миллиона человек в год. Для сравнения, за прошлый год Барнаульский аэропорт принял около 600 тысяч пассажиров. Сейчас на территории уже идет разборка павильона прилета. Здесь и будет возведен новый терминал. Пока прилетающих пассажиров принимают в основном здание аэропорта. Убежден, что все у нас будет сделано и все получится. Хороший, надежный подрядчик с хорошим послужным списком и с хорошей историей. Нам очень важно вот эти ближайшие два года, пока строительство будет идти, естественно, определенные неудобства будут существовать, пройти тоже спокойно, технологично, выверенно, ну, с максимумом комфорта и удобства для пассажиров. Документы о реконструкции аэропорта губернатор Алтайского края и гендиректор компании «Новопорт» подписали в марте прошлого года. Отметим, «Новопорт Холдинг» владеет частью акций авиапредприятия «Алтай». Что уже известно о новом терминале. Здание будет трехэтажным, разделенным на несколько зон. Пассажиры смогут пользоваться лифтами, эскалаторами. Еще появятся телескопические трапы. Пройти в самолет можно будет прямо из здания аэровокзала. Про международные перевозки, но так если коротко, вот здесь терминал, вот здесь галерейка, вот здесь хороший старый вокзал. Если он в России возил 700 тысяч пассажиров, то для международки он хватит. Мы его перепланируем. И еще обустроим получше. С пограничниками со всеми расширимся. И у нас будет еще международный терминал. Следующий важный этап – взлетно-посадочная полоса в Барнаульском аэропорту. Ее реконструкция должна пройти в ближайшие годы. Я думаю, что там, наверное, к цифре 10, наверное, за 10 уже на сегодняшний день миллиардов приближается. Оценка этого вопроса хозяйства – это федеральное, понятное дело. Значит, мы крайне заинтересованы в том, чтобы оно было в хорошем состоянии. Пока еще, ну и полоса, и все плоскостные сооружения, рулежные дорожки и так дальше, они пока выдерживают ту нагрузку, которая, значит, на них ложится. Но уже торопиться надо, бежать уже надо. Я обращался к руководству страны по этой части. Были даны поручения и Минтрансу, и Росавиации. Что касается строительства нового терминала, все работы должны завершить в 2025 году. Ирина Корчегина, Алексей Фризин. День с толком. Сегодня по всей стране стартовал пятый по счету экологический диктант. По предварительным данным, в нашем крае тестирование пройдет несколько тысяч человек. Особенность интеллектуального испытания этого года в том, что в перечне вопросов есть такие, которые посвящены проверке знаний об экологии и природе новых регионов России. Принять участие в диктанте возможно в онлайн-формате на портале «Экодиктант.рус». Организованы также оффлайн-площадки в Бийске, Новотырышкино и Усть-Калманке. В этом году проект расширился. В нем могут принять участие, к примеру, дети с особенностями развития. Они могут пройти тестирование вместе с родителями или опекунами. По прошлому году у нас онлайн приняло более 9 тысяч, точнее 9266 человек от Алтайского края. И плюс 400 человек вот так же на площадке очно, оффлайн приняли участие. Мероприятие становится популярным, все больше организаций, все больше оффлайн-площадок организуется. То есть динамика есть явно положительная. Число автобусных рейсов, которые возят детей на кружки и секции в Дом культуры научного городка из нескольких близлежащих поселков, может вырасти. По крайней мере, этот вопрос обсуждали сегодня на встрече с председателем Барнаульской городской думы Галиной Буевич. Она посетила несколько объектов в научном городке, чтобы оценить, насколько доступно дополнительное образование для детей, проживающих в пригородной зоне. Этому зданию почти полвека. В 90-е годы здесь базировался научно-исследовательский институт сельского хозяйства. После передачи его на баланс в Министерство культуры здесь открыли Дом культуры, который стал точкой притяжения для сотен любителей творчества. Занятия здесь бесплатные. И по словам руководителя научно-городского объединения, в которое входит, кстати, два Дома культуры, этот востребован особенно. Здесь у нас занимается 230 человек, детей по муниципальному заданию. А всего 526. В основном, конечно, это дети. Хотя занимаются и ветераны, молодежь приходит на мероприятия. Самым востребованным является, я думаю, это направление хореографии. Кроме танцев, здесь обучают игре на баяне, балалайке и других музыкальных инструментах. Действует также театр. Секции по прикладному искусству. Одно из направлений, к примеру, создание кукол-матанок. Есть и зо, и вокальная студия. Благодаря разнообразию творческих направлений Дом культуры пользуется большой популярностью у жителей не только научного городка, но и нескольких поселков. Березовки, Ганьбы и Казенной заимки. Кружки и секции в общей сложности посещает порядка тысячи человек. Однако желающих куда больше. Об этом говорили жители пригородных поселков во время личных приемов председателя Барнаульской городской думы Галины Буевич, которая сегодня лично оценила востребованность и доступность доп. образования в пригороде. Мы сегодня проходим по клубу и видим, что клуб действительно живет. Дети выходят, заходят из одной студии в другую, с одного кабинета в другой. А действительно такая востребованность центра. И мы понимаем, что сегодня дополнительное образование детей становится год от года востребованным. Недаром у нас в Российской Федерации приняты специальные программы по дополнительному предпрофессиональному и дополнительному развивающему образованию детей. В ходе экскурсии по Дому культуры директор учреждения обсудила с главой думы необходимость корректировки расписания занятий, чтобы в секциях и кружках Дома культуры занималось как можно больше детей. Еще один важный вопрос – автобусная доставка детей из близлежащих поселков. Сегодня одна из таких задач, которая также будет ставить, посмотреть, насколько рейсы, которые у нас закреплены и перевозят детей из Березовки в научный городок, удовлетворяют или дают возможность детям заниматься доп. образованием. Председатель городской думы посетила также общеобразовательную школу научного городка. В ходе встречи она подчеркнула, что будут приняты все возможные меры для повышения доступности дополнительного образования детей. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком. Как повысить качество жизни на селе и решить социально-экономические проблемы глубинки? Ответы на эти вопросы искали участники юбилейного слета сельской молодежи «Территория развития Сибирь». Трехдневный форум проходил в селе Бочкари Целинного района. Какие решения предлагали молодые умы, расскажет Валентина Скерова. Добрый вечер, уважаемые участники 15-го слета сельской молодежи Сибирского федерального округа! Активисты, предприниматели, студенты, почти 150 молодых людей из Алтайского края, Республики Алтай, Кемеровская, Новосибирская и Омской областей слетелись в село Бочкари. Прогрессивные представители современного поколения под одной крышей решали, как сделать комфортной жизнь на селе. Самые главные эмоции – это яркие, неравнодушные, заряженные ребята, которые хотят развивать свой сельский населенный пункт. Им действительно не все равно. Они со своими идеями, инициативами. И мы их готовы поддержать также в рамках программы «Кадры для села». На церемонии открытия слета участников, экспертов и гостей приветствовал высокий гость. Каждый год молодые люди из разных регионов Сибири съезжаются в Алтайский край, чтобы поделиться опытом создания условий для самореализации молодежи в сельских агломерациях, включения молодежных сообществ в развитие своей малой родины, привлечения молодых людей, молодых специалистов к реализации молодежной политики. Тренинги, практикумы, дискуссии, стратегические сессии, экскурсии, спортивные и интеллектуальные игры – все три дня программа слета была весьма насыщенной. Активистов разделили по трем образовательным площадкам – школа лидеров, мастерская проектов и молодежь в местном самоуправлении. У каждой площадки, у каждой команды будет свой проект, уникальный, решающий определенные проблемы в сельской территории, на муниципальных каких-то уровнях. Ребята научатся работать в команде, прокачают свои качества, какие-то свои навыки очень гибкие, профессиональные качества, потому что у нас есть эксперты, которые это умеют делать. Ну и, безусловно, это полезно будет и для всех участников, да, безусловно, ну и для нас тоже, потому что мы собираем такую сфотку, это поможет нам типизировать все социальные проблемы, которые есть, и те идеи, решения, которые тоже могут способствовать дальнейшему для развития территорий. Эксперты на слете делились с молодежью полезными лайфхаками, как правильно оформить идею в готовый проект, где найти инвесторов, как создавать крепкую, надежную команду, чтобы раскрыть и приумножить имеющийся потенциал села. Валентина Аскерова, День с толком. Широкий спектр косметологических услуг в одном пространстве. Клиника терапевтической косметологии «Нанобьюти» взяла курс на расширение и открылась в новом пространстве в центре краевой столицы. Наша съемочная группа побывала на торжественном открытии, оценила новую локацию, современное оборудование и узнала секреты молодости и красоты. Под наши аплодисменты перерезайте ленточку. Красивые пациенты, не менее красивые профессиональные врачи-косметологи на открытии клиники «Нанобьюти». Центр косметологии на страже красоты стоит уже 10 лет. Сегодня после ребрендинга вновь открывает свои двери. Новое пространство находится в центре Барнаула, и оно в три раза просторнее предыдущего. «Клиника существует с 2013 года. С этого времени это третье наше помещение. Каждый раз мы улучшаем свои условия, улучшаем условия для сотрудников, для пациентов. И рады видеть вас в своем новом обновленном пространстве». «Нанобьюти» – законодатель моды в области аппаратной косметологии. Клиника оснащена уникальным оборудованием и предлагает широкий спектр косметологических процедур. «Это Шимакс, пневмогенетическая энергия. Это неоген, холодная плазма. Это Криолиполис на аппарате Кристал. Это сейчас у нас будет единственный наносекундный лазер, который есть в Барнауле. Аппарат ББЛ – это то, что вообще нет ни у кого, но вся Россия имеет спрос на него». Центр красоты ежедневно посещают десятки девушек, которые заботятся о своей внешности. За годы существования клиники сформировался пул постоянных пациентов. Которые доверяют исключительно «Нанобьюти». «Аппараты, которые способствуют омоложению, осветлению кожи. Допустим, я знаю свои проблемные моменты. Это пигментация. Здесь представлен этот аппарат ББЛ. Он самый сильный на рынке». Врачи-косметологи отмечают, что женщина прекрасна в любом возрасте. Но красоту нужно поддерживать. Команда профессионалов «Нанобьюти» поможет омолодить кожу качественно. И, что не менее важно, безопасно. И в завершении выпуска. Вторая весна, похоже, пришла в наш регион. Так в ноябре вместо сугробов и холодов пробивается зеленая трава и распускаются почки на деревьях. Аномальное тепло для поздней осени, говорят специалисты. Многие люди рады такому событию. Но вот ученые, в частности климатологи, бьют тревогу. Нетипичная погода для этого времени года может привести к гибели посевов озимых сельхозкультур. Первый снег в Барнауле наблюдали в конце октября. Затем несколько дней продолжался обильный снегопад. Но вот уже несколько дней в ноябре держится плюсовая температура. Снег практически растаял. В середине месяца пробивается трава и набухают почки на деревьях. А между тем, среднегодовая дата установления постоянного снежного покрова в Барнауле – 6 ноября. Не особо утипично, поскольку это уже на протяжении нескольких дней, это первое. А второе – то, что такие высокие, относительно высокие температуры. Не радует. Радует как обыватель, может быть, что не так скользко. А вот как специалисты в плане того, чем это грозит сельскому хозяйству, не очень радует. У нас уже сейчас вот толщина снега, она пропитывается талой водой. И отрицательная температура все равно же будет скоро. Образуется корка льда, под которой растения могут плохо перезимовывать. Вот что самое такое тревожное. Аномальное при этом длительное тепло в ноябре, говорят ученые, свидетельствует о глобальном потеплении. Добавим, в ближайшие несколько дней станет еще теплее. В отдельных районах края температура воздуха, по прогнозу синоптиков, достигнет плюс 10-15 градусов. И на этом у меня все новости. Спасибо всем, кто нас смотрит не только по телевизору, но и в социальных сетях, на ютубе. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, участвуйте в обсуждениях. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи. Продолжение следует...